Трасса 101 Приветствую в эфире Трасса 101 Владимир Сметанин не нарушает Почти В России возобновилась программа льготного автокредитования и лизинга Она распространяется на продукцию Автоваза, УАЗа, ГАЗа стоимостью до 2 миллионов рублей Также в список включили отечественную марку электромобилей Эволут Но о ней чуть позже Базовый размер скидки составляет 10%, но не более 500 тысяч рублей 25% дисконт предусмотрен для жителей Дальнего Востока А электрокар можно будет купить со скидкой 35%, но не выше 925 тысяч рублей Власти надеются, что благодаря программе до конца нынешнего года будут реализованы не менее 50 тысяч машин Трасса 101 Выпуск российских электромобилей Эволут стартует в Липецке в сентябре этого года Тогда же машины должны поступить в продажу Информации об их стоимости пока нет Как сообщалось ранее, линейка отечественных зеленых авто будет состоять из двух кроссоверов, седана, внедорожника и даже мини-вена Запас ходы у них от 400 до 750 километров Не исключено, что помогать выпускать электрокары российской стороне будет одна из китайских компаний В прошлом там же делали автомобили Грейт Волл и Ченган Трасса 101 В России сократилось число аварий на железнодорожных переездах По данным РЖД, в первой половине этого года, по сравнению с тем же периодом 2021-го, цифра снизилась почти на 20% Всего было зафиксировано более сотни таких ДТП В них погибли полтора десятка человек Чаще всего столкновение поезда и автомобиля происходит по вине водителя последнего Официально это называется выездом на пути при закрывающемся шлагбауме Или на запрещающий сигнал светофора и попыткой проехать перед близкоидущим поездом Трасса 101 Эксперты Авито зафиксировали рост спроса на автомобили премиального сегмента в возрасте до трех лет По мнению специалистов, такие машины со средним ценником в 6 с лишним миллионов рублей Некоторые россияне рассматривают как альтернативу новым люксовым авто По итогам последних трех месяцев, самой популярной легковушкой в данном сегменте Стал Mercedes-Benz E-класса Его средняя стоимость почти 5 миллионов рублей На втором месте BMW пятой серии 4 миллиона 900 тысяч На третьем BMW третьей серии 4 миллиона рублей Трасса 101 Автоваз, возможно, полностью откажется от выпуска Lada X-Ray По крайней мере, до конца этого года возобновлять производство высокого хэтчбека, который имеет реношную платформу, в Тольятти не собираются На сайте предприятия начальный ценник модели обозначен на уровне 1 миллиона 107 тысяч рублей Туманные перспективы и у проекта Lada Duster Это тот же Duster, но с эмблемой Волжского автозавода Сейчас делать автомобиль попросту не из чего Даже если производство и стартует, то французам придется отчислять неплохие комиссионные На этом все Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова Подписывайтесь на наш телеграм-канал Трасса 101 До свидания Трасса 101 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok